добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг и меня зовут игорь я думаю вы все уже знакомы с этим автомобилем потому что видели его на дорогах общего пользования да и мы уже показывали вам эту машину в одном из наших обзоров и при этом я могу сказать что вы точно не видели этот автомобиль потому что в нем есть ряд некоторых особенностей которые меня на самом деле очень сильно удивили когда я впервые увидел эту машину давайте же разбираться что это за автомобиль а а а и и Итак, что же это такое? Это Void Dream в комплектации VIP автомобиль, который снаружи абсолютно не подает того, что у него находится внутри. А именно салон этого автомобиля, именно задняя его часть, здесь сидят у нас пассажиры, это самые главные люди, которые будут перемещаться в этом автомобиле. Там у нас находится огромное количество комфортных различных опций, функций и так далее. И давайте уже посмотрим, что же это за автомобиль и какой он изнутри. Ну, во-первых, хочется отметить отделку салона, просто насладитесь этими цветами, как это сделано. На самом деле, очень такое смелое решение, светлая кожа в сочетании с фиолетовой, я такого, по крайней мере, еще нигде не видел. Сделано очень необычно, лично мне на самом деле нравится, потому что вот такие вот смелые решения, это всегда классно, потому что все мы уже привыкли просто к светлому салону, просто к черному, коричневому, коньячной коже и так далее. А вот такое вот и смотрится дорого и выглядит очень классно. Далее, что у нас тут имеется? Естественно, два капитанских кресла. Я напоминаю, что в обычном Void Dream у нас было два ряда сидений сзади, то есть четыре человека могло здесь помещаться. Тут же это все было убрано, оставлено два капитанских кресла. Они у нас с вентиляцией, с подогревом, с массажем, с выдвигающейся атаманкой, с большим количеством настроек. Ну, в общем, такие, какие они должны быть, все остальные органы управления у нас находятся сконцентрированы на экране между пассажирами. Отсюда же мы можем управлять, допустим, сидениями, поднимать ту же самую атаманку, настраивать его полностью под себя, как вам удобно включать все, что у нас имеется в этом сидении. Управлять светом, который находится в саоне, как раз таки посмотрите на это звездное небо. Я напоминаю, что это все доработки заводские, то есть это не какая-то доработка, которая была сделана в стороннем сервисе, в тюнинге и так далее. Это все вам приходит прямо с завода и уже на готовом автомобиле. Так вот, звездное небо, комфортная подсветка у нас здесь осталась от того же Voic Dream, который у нас был изначально в стандартной своей комплектации. Сочетается на самом деле очень классно, все горит, все светит, ты сидишь как будто бы в космическом корабле. Вот эти цвета, черные глянцевые вставки, очень необычная форма салона, которая здесь также была переработана. В сочетании с тем, что у нас здесь все горит и сияет, на самом деле перемещает в вас какую-то прям другую абсолютно вселенную, другую реальность. Далее переходим, что у нас здесь есть на центральной консоли. Экран, я говорил, с которым считается все управление, две кнопки стеклоприемника были перенесены сюда же. Подлокотник с достаточно большим местом для хранения ваших вещей. Я думаю, сюда много чего поместится, сюда даже пол моей руки залезет, то есть он прям большой в глубину. Справа небольшой такой органайзер для ваших вещей, допустим, для телефона, чтобы вы его сюда положили. И снизу очень интересная деталь, это центральный конструктор находится внизу. Во-первых, хочется показать, как она у нас выдвигается. Она не механическая, как мы это все привыкли видеть в других машинах, она у нас автоматическая. То есть мы просто нажимаем на кнопку и посмотрите, как красиво две вот эти вот плашки очень плавно закрываются. Ну и, собственно, также они и открываются. Что у нас скрывается там внутри? Это два подстаканника с подогревом, с охлаждением. То есть в вашей напитке всегда будет нужная вам температура, особенно это важно в далекую дорогу. Эта машина как раз таки в основном для этого и предназначена, чтобы с комфортом передвигаться на далекие тысячи километров. И тут же находится еще один органайзер для хранения ваших мелких вещей. И давайте, наверное, перейдем теперь к самому, одному из самых интересных, что у нас находится в салоне этого автомобиля. Это перегородка, которая установлена у нас между передним рядом сиденья, где сидит водитель, и задним, в которой имеется выдвигающийся телевизор. Это тоже очень классное решение, опять же, в далекую дорогу. Вы можете наслаждаться просмотром фильмов, сериалов, различных видео на YouTube. Можете зайти на наш канал и подписаться как раз таки. И огромный плюс в том, что телевизор у нас работает на Android. Это значит, что можно установить сюда абсолютно любые приложения, которые вам необходимы. И еще, здесь уже была выполнена русификация в нашей компании, потому что все эти автомобили приходят, естественно, из Китая. Они на китайском языке, и мы, к сожалению, ничего не понимаем. Спокойно все это переделывается на русский язык, устанавливаются все приложения, которые нам необходимы. То есть тут, допустим, у нас доустановлена Алиса, Яндекс.Браузер, тот же YouTube и так далее. В общем, все, чтобы вы могли наслаждаться поездками на этом автомобиле. Ну, а в остальном у нас здесь также осталась панорама для заднего ряда пассажиров. Спереди также у водителя есть свой люк. Дверные карты по дизайну остались все теми же, но были переработаны в плане пошива кожей. Там также у нас есть место под два подстаканника, сетка динамика, акустическая система, которая установлена двухкомпонентной в этих дверях. И еще хочется отметить то, что мы сделали здесь ряд неких доработок в нашем тюнинг-центре. На самом деле, это нужная доработка для нового автомобиля. И очень важно то, что клиент наш получит автомобиль уже полностью готовый, такой, каким он хочет его видеть. Ему не нужно будет тратить лишнее время на то, чтобы отгонять машину в другой сервис, что-то согласовывать, ждать, пока доделают машину и так далее. Человек получает полностью готовый автомобиль, сразу выезжая из нашего автосалона. Поэтому обращайтесь в нашу компанию, в тюнинг, в автосалоны, в сервисы, мы можем закрыть полностью все задачи по вашим автомобилям. Водителю и переднему пассажиру тоже досталась частичка этого люкса в виде той самой кожи, что встречается у нас сзади в салоне. Белая, с фиолетовыми оттенками. И даже руль, кстати, как в оригинальной машине, у нас был пошит в двух цветах. Здесь также он выполнен, только еще более контрастно, в отличие от других машин. Опять же, белый фиолетовый цвет смотрится очень классно. Также у нас многофункциональный руль, слева управление круиз-контролем, справа управление мультимедиа-системой. Цельный экран, который у нас просто во всю ширину автомобиля внутри стоит. Внутри у нас здесь целых три экрана. То есть стандартно, приборная панель, как в обычном Void Dream, мультимедиа-система для водителя. И еще один экран для переднего пассажира у нас здесь также остался. В общем, наслаждаться могут на самом деле все, кто перемещается в этом автомобиле, за исключением водителя. Водитель нужно всегда смотреть на дорогу. Не забываем об этом. И также у нас на парпризе вот тот самый датчик установлен, который как раз-таки следит за тем, чтобы вы не отвлекались от дороги. На центральной консоли также блок управления климат-контролем. Снизу у нас беспроводная зарядка для вашего телефона, два больших подстаканника, подлокотник, который открывается на две стороны, достаточно большой, вместительный. И все это у нас так называемая парящая панель. Снизу еще есть место для хранения ваших вещей и для зарядки ваших устройств. Там также предусмотрены порты стандартной USB 2.0 и еще один разъем прикуривателя. Ну и естественно, я не могу не упомянуть про внешнюю часть этого автомобиля. Да, это тот же ВОЭХ снаружи у нас абсолютно все то же самое, что и на стандартном автомобиле. Он ничем вроде бы не выделяется. Здесь же мы сделали еще доработку, очень нужную для новых машин. Это оклейка передней части кузова в прозрачный глянцевый полиуретан. Она абсолютно не видна, эта пленка на лакрашном покрытии машины, но при этом выполняет очень важную роль. Это защита его от всеразличных повреждений. То есть это может быть пескоструй, который встречается постоянно на трассе, сколы, которые отлетают, камушки, которые отлетают, оставляют сколы на лакрашном покрытии автомобилей. Даже мелкие притертости на парковке. Все это защищает как раз как эта самая полиуретанная пленка, сохраняя ваше лакрашное покрытие в идеальном состоянии. Тоже очень нужная доработка для автомобилей. Здесь у нас, собственно, так же, как и на стандартном Wave Dream, есть система кругового обзора. Это видно по камере спереди, камере в крышках зеркал и камере на задней части автомобиля. Также стоят 20-е колесные диски. Они у нас в таком же хромированном, очень эффектном исполнении сделаны. И все это очень классно сочетается с хромом на оконных молдингах, на нижних вставках дверей, на этих ручках достаточно массивных. Просто посмотрите, как это очень классно переливается. Большие такие вставки. Ну, в общем, машина показывает всем своим внешним видом, что это люксовый сегмент автомобилей. При этом, вроде бы, она такая достаточно строгая и сильно даже и не выделяется из потока остальных автомобилей. Под лобовым стеклом у нас также встроен блок камер и датчиков, которые позволяют автомобилю понимать дорожную обстановку, читать знаки, разметку и так далее, чтобы обеспечивать более безопасное и комфортное передвижение. Вообще, на самом деле, в этой машине очень много камер. То есть, как я говорю, под лобовым стеклом система кругового обзора. В салоне у нас также есть камера на парк-призе, которая предназначена для того, чтобы следить за состоянием водителя. Если вдруг вы куда-то отвлекаетесь в какую-то сторону или, допустим, самая такая банальная ситуация, едете ночью где-то по далекой дороге, просто зеваете. Машина это видит и говорит вам, что лучше нужно остановиться, выпить чашечку кофе, отдохнуть и только после этого продолжать свою дорогу. На самом деле, вроде бы мелочь, но она может спасти вам жизнь. Эта машина заботится о вас. Ну и задняя часть автомобиля имеет очень эффектные элементы, а именно фонари. Я на самом деле очень удивился, когда посмотрел на них вживую, вблизи, потому что тут у нас имеется имитация драгоценных камней. Вот эти вот все грани переливаются и очень эффектно выглядит машина на дороге благодаря этим очень красивым фонарям. Также есть система парктроников, помимо камеры заднего вида, то есть можете понимать еще и расстояние. Машина может сигнализировать, когда нужно будет вам остановиться, если вы паркуетесь задом в гараж, либо в труднодоступном месте. Естественно, электропривод багажника. И тут у нас есть одна интересная деталь. В комплекте у нас с автомобилем идут такие вот накидки на сидение. То есть сразу про зритель об этом всем позаботился, чтобы вы могли это все установить. И очень эффектно выглядит даже багажник здесь, потому что вот эта вот черная, глянцевая, массивная такая вставка, тут же у нас все это обшито из кожи. И еще даже боковые части багажника, вот эти все стенки у нас выполнены из белой кожи со строчкой. И тут же у нас сохранился разъем прикуривателя для зарядки устройств, которые вы будете перевозить с собой. В общем, машина не потеряла основного своего функционала, но при этом добавила опции, которые позволяют вам комфортно перемещаться. В этом обзоре мы постарались сделать акцент на то, что у нас поменялось в этой машине, в отличие от обычного Void Dream, именно задняя его часть, рассказать, уделить внимание этому всему. А с полноценным обзором на эту машину, про все агрегаты, которые у нас установлены, узлы и функционал различный, вы можете ознакомиться в нашем обзоре, который сейчас как раз так и выйдет по подсказке, где мы покатались на этой машине, рассказали, каково ездить за рулем здесь, каково ездить сзади, плавность хода и так далее. Все там у нас есть, поэтому переходите и ознакомьтесь с полноценным обзором на Void Dream. Вообще, на сегодняшний день очень приятно наблюдать за тем, как автомобили из Китая развиваются, и с каждым днем становится все лучше и лучше, потому что этот прогресс идет просто семимильными шагами. Казалось бы, то, что вчера еще можно было сделать в нашем Tuning Italia, например, переделку вашего минивэна в VIP-офис на колесах, сегодня уже доступно в виде заводского решения, прямо из салона новый автомобиль у вас приходит в таком вот очень классном и интересном виде. Машина, на самом деле, получилась очень достойная, вроде бы снаружи у нас тот же Void, но внутри полный люкс, комфорт и все, что нужно для комфортных и приятных поездок на далекие расстояния. Этот автомобиль находится в нашем автосалоне, про тюнинг по адресу город Краснодар, улица Российская, 263, по цене 11 миллионов 500 тысяч рублей. Обязательно обращайтесь, потому что эту машину можно приобрести еще и с гарантии до трех лет, что на сегодняшний день очень важно при покупке новых автомобилей из Китая и не только, потому что все дилеры из нашей страны ушли, китайские дилеры еще не все до конца полностью основались в нашей стране, и, естественно, все переживают за то, что будет с их новым автомобилем. И поэтому про тюнинг делает гарантию до трех лет. И обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там мы выкладываем все автомобили, которые в пути в наши автосалоны, также автомобили из наличия. В общем, самая актуальная информация находится именно в телеграм-канале про тюнинг автотрейд. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, на котором выходит этот ролик. Обязательно напишите комментарий, что вы думаете про этот Void Dream и поставьте лайк этому ролику. До скорых встреч!